Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и в ближайшие несколько минут я планировал вам рассказать о квесте Саморост 3. Он вышел в конце марта, я в него играл, и, несомненно, это та игра, которую я рекомендую и о которой хотел рассказать. Но дело в том, что, во-первых, если я буду в течение видео показывать, что я делал, как я играл в этом самом Саморосте, то получится очень много спойлеров, потому что игра на самом деле визуальная новелла, тут удовольствие именно от созерцания. А потом я понял, что на самом деле я вам хочу рассказать больше об студии Аммонита Дизайн в целом и о Якубе Дворском в частности, то бишь о людях, которые создают уникальные и очень узнаваемые игры. И вообще я люблю вот такие истории успеха о воплощении оригинальных идей. Когда вокруг многомиллионные компании и издатели постоянно выпускают один и тот же Fallout, один и тот же Call of Duty и так далее, то появление вот таких небольших студий, которые на протяжении всей своей истории делают необычные оригинальные проекты, дорогого стоит. В общем, давайте с самого начала. В 2003 году Якуб Дворский заканчивал Академию искусств в Праге. Ему надо было создать выпускной проект, а так как он был на факультете мультипликации, ну, тут я, может, я вам вру, анимации, не знаю, как это правильно сказать, но в любом случае ему нужен был мультик, созданный своими руками, то он вместо мультика сделал игру и назвал ее Саморост. Сделал на Флэше, ну, вы помните, наверное, что в 2003 году Флэш был передовой технологией, много всего выходило, хотя бы даже Масяня. Ну и вот на экзамене выпускном Якуб Дворский за Саморост получил четверку, а не пятерку. Видимо, для экзаменаторов это оказалось слишком передовым опытом. Возможно, они застряли на каком-нибудь уровне. Но самыми главными ценителями оказались люди в интернете, где Саморост Якубом распространялся абсолютно бесплатно и стал хитом. В 2005-м появилось продолжение Саморост 2, опять же тот же самый Флэш, но уже часть уровней продавалась за деньги. Ну а первые начальные, конечно, опять же распространялись бесплатно, по модной тогда системе Шеауэ. Я, блин, сейчас вам рассказываю, вспоминаю, конечно, как вот все в интернете тогда появлялось, как это было необычно. Второй Саморост Якуб делал уже не один, а совместно с аниматором Вацлавом Блином. Да, вот такая у него фамилия, Блин, который тоже закончил ту самую Академию Искусств в Праге. И, видимо, этот проект уже неплохо разошелся, принес какую-то прибыль. Естественно, студия Аммонита Дизайн занималась всякими побочными вещами. И в 2009 году вышла первая полноценная игра, потому что все-таки и первый Саморост, и второй Саморост это такие мелкие point-and-click квесты, которые я бы полноценной игрой все-таки не назвал. Такая развлекуха на несколько десятков минут, даже не часов. А вот в 2009 выходит Машинариум. Тоже квест. В городе роботов машинарием бесчинствует банда черных шляп. И начинается с того, что нашего героя, робота-уборщика по имени Йозеф, выбрасывают на свалку. И вот мы постепенно восстанавливаем ход истории, что произошло, и спасаем Машинариум. Все квесты от Аммонита Дизайн отличает уникальный, извините за тавтологию, дизайн, анимация и история. Когда первый раз вы видите Саморост, Машинариум или Ботаникулу, это следующий проект студии, то вот эта неуловимая оригинальность, отличающая игры Аммонита Дизайн, запоминается. И в будущем, вот если вам, например, покажут какую-то неизвестную вам игру, вы практически сразу можете определить, вот что это квест от Аммонита Дизайн. На самом деле, вот лично мне эти квесты напоминают чем-то старые чешские мультики. Интересно, многим ли из вас, мои зрители и слушатели, что-то говорят имена Кржмелек и Вахмурка. Это были такие, такой чешский мультсериал, очень популярный в России. А еще в некотором роде есть явное влияние Юрия Норштейна и его «Ежика в тумане». Поначалу не очень понятно вообще, что происходит, но тот мир, который создается Якубом Дворским и его командой, настолько живой, что в него веришь. Хотя то, что там происходит, конечно, невозможно. В реальном мире и герои, вот что в Саморосте, этот гном в пижаме или робот-уборщик Йозеф, или пять существ из ботаникулы, которых вы спасаете, они все как бы становятся частью вас. И вам интересно разбираться в той вселенной, в которую забрасывает нас Аммонита Дизайн. На самом деле, эти квесты не очень-то и сложны. Здесь все удовольствие от созерцания и сюжета. Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте двагис.ру. Двагис, если быть точным. Если бы Аммонита Дизайн делала мультсериалы по своим мирам, они были бы тоже очень популярны. Но анимация на данный момент, если вы, конечно, не большая студия типа Диснея или Пиксара, то продать анимацию в нынешнем мире сложновато. Особенно, кстати, европейскую анимацию. А вот игры очень быстро находят своих поклонников, поэтому очень правильное решение было создавать именно игры, а не мультсериалы. Ну и вот в 2016-м выходит наконец Саморост 3. И несмотря на то, что в названии стоит цифра 3, это, пожалуй, первая такая полноценная игра из мира Саморост. Саморост можно перевести с чешского как самобыт, то есть или там саможизнь. То есть такая автономная система. И в данном случае вот в Саморосте 3 гном, гном в пижаме помогает уже другим существам, с другой планеты. Ну там еще много всяких таких мелких планет. А начинается это все после того, как на главного героя из космоса падает труба, с помощью которой можно слышать всякие звуки и вызывать картинки того, что может происходить. В общем, звучит на самом деле бредово. И вообще описывать вот эти квесты, аммониту дизайн, машинариум, потаникулу, Саморост, неблагодарное занятие, потому что это именно визуальные квесты. Тут даже нету никаких, никакого общения. Герои общаются между собой птичьим языком, если хотите. Это когда, ну просто какое-то бормотание, непереводимый набор звуков. И квесты завязаны либо на визуальном, либо на аудио каком-то решении. Вот в моем представлении, скорее игры, вот аммониты дизайн, это искусство больше, чем игровой процесс. Не ожидайте, что эти игры будут вас ставить в тупик, и вам будет сложно найти решение. Нет, это не про сложность. И думать вас будут заставлять скорее не головоломки, а сюжет. И совершенно понятно, что несмотря на то, что игры отличные, их невозможно рекомендовать всем. Но увидеть эти игры, посмотреть на них, действительно должен каждый. Потому что это своя оригинальная методика создания игр. Вы больше такого нигде не увидите. Единственное, возможно, единственное, что мне приходит на ум, похожее на вот такие квесты, это Neverhood. Если кто помнит, пластилиновый квест в русском, в русской пиратской локализации, он назывался Не Верь В Худа, далекого 1996 года аж. Нифига себе. Тоже такое бормотание на непонятном языке, необычный мир, необычный сюжет. И, в принципе, тоже ноги из анимации растут. Если Якуб Дворский сделал ставку на рисованную анимацию, то Neverhood был пластилиновой анимацией. Кстати, создатели Neverhood собрали деньги на Kickstarter и в конце 2015 года выпустили вроде как продолжение в том же мире. Продолжение называлось Army Croc. Но игра получилась скучной, неинтересной, собрала кучу негативных отзывов и, собственно, не запомнится ничем. А вот квесты от Амониты Дизайн каждый раз оригинальные. Надеюсь, мой обзор заинтересует вас и вам захочется взглянуть и на Машинариум, и на Ботаникулу, и на Самороз 3. И вообще следить за творчеством Якуба Дворский сотоварища. Потому что это тот случай, когда игры действительно уже очень близко с искусством. Ну, а на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досырели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досырели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.